добрый день начинаем очередной вебинар из серии вебинаров моя профессия трейдер аналитическая торговая система золотой крест каждый раз я буду немного повторяться в начале каждого вебинара для более полного понимания торговой системы система построена на дивергенциях конвергенциях вложенные таймфреймы дивергенции конвергенции бывают накопленными и скрытыми в системе применяется определение локальных экстремов цены по хай-лоу как одного бара так и таймфрейма рейдж цены размах цены выбранном таймфрейме ценовой канал флэт или тренд ценовые уровни торговая система построена на индикаторах торговой платформы мт4 и является полностью закончена торговой системой и так в этой презентации будут внимательно рассмотрены на графиках различные виды дивергенции и конвергенции само понятие дивергенция это рассогласование цены абсолютного индикатора с показаниями в данном случае макт образование более низких вершин при достижении ценой более высоких значений это так называемая дивергенция снижение показаний индикатора говорит о том что интерес к инструменту на данном ценовом уровне начинает пропадать обычно дивергенции заканчиваются или резким сбросом ценового уровня или же дивергенции могут говорить о том что формируется новый ценовой уровень и цена набрав объемы может двинуться дальше поэтому пользоваться только дивергенциями в торговой системе нельзя если трейдер пользуется торговлей по дивергенциям то он должен учитывать то что на его рабочем терминале должно быть представлено вложенные таймфреймы по одному инструменту минимум два графика в данном случае дивергенция показана на паре фунт-доллар на часовом графике таймфрейм соответственно если трейдер торгуют внутри сессионно или внутридневно без переноса позиций за отрицательных свопов то у трейдера должен быть график хотя бы четырехчасовой и не ниже 15 минут в дальнейшем я покажу это на торговом терминале пока же вкратце рассмотрим дивергенции виды дивергенций и в основном торговлю по дивергенциям применяют на двух графиках вложенность таймфреймов совершают сделки на более коротком графике то есть если на четырех часах происходит анализ текущей ситуации по рынку то на пятнашках совершаются торговые действия открытие-закрытие позиций конвергенции могут быть на продажу согласованное движение цены и индикатора высокая цена низкий магт коррекционное движение цены в последующем это видно по абсолютному индикатору и по магду затем вновь образуется конвергенция цена движется вниз и маг движется вниз затем снова происходит коррекция цены до какого-то ценового уровня и в дальнейшем возможно что цена вернется в прежние ценовые уровни эти уровни можно предположить по скоплению баров чем больше баров тем устойчивее уровень и в дальнейшем эта группа баров может быть сопротивлением при дальнейшей движении цены на этом скрине показана конвергенция на покупку это хорошо видно движение цены подтвержденное значениями индикаторов это абсолютный показатель коррекционная зона и вновь конвергенция на покупку итак переходим непосредственно к торговому терминалу вкратце рассмотрев правила торговой системы саму торговую систему основные ее положения группы индикаторов виды дивергенции конвергенции переходим к торговому терминалу представлен двумя таймфреймами на которых находится инструмент евро usd с учетом вложенности таймфреймов для аналитики применяется четырехчасовой график для совершения сделок применяется пятнадцатиминутный график это условия использования или применения вложенных таймфреймов то есть на четырехчасовом графике вспомним дивергенции и конвергенции это конвергенция согласованное движение цены и индикатора это дивергенции на покупку цена находится в узком торговом диапазоне а индикаторы показывают повышающийся интерес к этому ценовому уровню проанализировав ситуацию на четырехчасовом графике переходим к совершению торговых сделок на более медленном таймфрейме на более быстром на пятнадцатиминутном то есть видна азиатская сессия европейская сессия и сейчас начало американской сессии то есть таким образом и происходит анализ текущей ситуации для совершения сделок итак вкратце ознакомившись с темой сегодняшнего вебинара я перехожу более подробному анализу текущей ситуации по рынку с учетом и применением правил торговой системы и буду подробно объяснять как выясняются дивергенции и конвергенции и как ими пользуются в общих чертах торговая система рассмотрена поэтому я перехожу к терминалу итак начнем анализ текущей ситуации по рынку текущая ситуация по рынку по паре евро и usd как я и указывал при наличии вложенных таймфреймов 4 часа анализ 15 минут принятия решения рассмотрим сеть дивергенции и конвергенции которые возникают на мониторе для этого я подключу один из индикаторов для более четкого понимания ситуации для более четкого fx5 дивергенс этот индикатор хорошо показывает дивергенции в том числе накопленные и по нему можно успешно работать на любом таймфрейме необходимо учитывать что дивергенции не являются отдельно торговой системой а всего лишь помогают трейдеру анализировать текущую ситуацию по рынку и совершать правильность сделки перейдя на меньше таймфрейм видно что дивергенции меняют свой вид и каждый раз при переходе на разные таймфреймы вид индикатора показывающего дивергенции и конвергенции может быть различным то есть на часовом таймфрейме индикатор показывает формирование дна первый отскок начало конвергенции то есть цена и индикатор начинают движение это указание то что сформировалась разворотная ситуация тренд пока еще находится в оффлете ценовой уровень но возможно разворот тренда то есть видно что цена четко пробила дно рынка отскочила от ценового уровня и сформировалась ситуация на покупку то есть если трендер торгует на малых таймфреймах или анализирует ситуацию на одном графике по четырем часам опять таки видно что дно было достигнуто подтвержденное и на истории и по текущей ситуации и индикаторы стали указывать на наличие разворотной тенденции то есть на растущий тренд следующая зона от которой может отскочить евро вниз эта зона находится на уровне примерно 1.30 100 или 1.30 то есть этот уровень подтвержден на истории соответственно формирование дивергенции и конвергенции которые могут иметь различный вид на различных таймфреймах необходимо учитывать и каждый раз выбирать для анализа рынка более длительный таймфрейм в этом случае трейдер учитывает историзм цены то есть видно что сформировано мощное сопротивление при подходе к тридцатой фигуре или к уровню 1.30 и вполне вероятно что разворот цены сформируется или во флэт или в тренд примерно на уровне 1.30 соответственно можно посчитать в пипсах с учетом риск менеджмента возможные риски то есть риск потери капитала или риск приобретения капитала значит на четырехчасовом таймфрейме рассчитаем возможные риски по лоу 1.27.95 ситуацию при которой цена развернулась 1.28.40 и существующий риск как потери депозита или части его так и риск по прибыли значит по лоу 29.72 соответственно возможно движение цены прибыли к уровню 1.30 получение прибыли в этом случае гораздо более выражено чем получение убытка то есть трейдер даже по текущей ситуации войдя в рынок на американской сессии может примерно заработать около 60 пунктов в то же самое время как стоповая позиция будет находиться по нижним барам то есть 1.28.400 и так переходим теперь к анализу следующего инструмента на терминале МТ4 на примере индекса NASDAQ с теми же индикаторами и настройками то есть понятие дивергенции конвергенции как таковые не является отдельно взято торговой системой помогают трейдеру анализировать рынок и более правильно рассчитывать позиции входа инструменты правильно определять и находить оптимальные точки для входа выхода из рынка то есть эта торговая система позволяет трейдеру работать на любых таймфреймах но каждый раз необходимо иметь по крайней мере два таймфрейма четырехчасовик и пятнадцатиминутный это позволит более четко создавать рынок и так продолжаем анализировать те же самые инструменты с учетом вложенных таймфреймов и применив на более коротком таймфрейме стахастик стахастик который нам также показывает поскольку он является опережающим индикатором более ранние развороты рынка на покупку или на продажу соответственно если на четырехчасовом графике видно наличие дивергенции на продажу вершины индикатора достигают все более и более низких значений а цена растет это дивергенция на более медленном таймфрейме при рассмотрении ситуации также видно что стахастик является опережающим индикатором на 15-сминутном графике по которому можно также определять дивергенции и конвергенции даже по отношению к МАГДУМ стахастик это опережающий индикатор правильные настройки стахастика это 8-3-3 на любом таймфрейме и так видно что по выбранным нами инструментам анализ производится на большем таймфрейме очень хорошо видны дивергенции и конвергенции формирование ценовых уровней отбой и пробой прежняя ценовая зона на 15-минутном графике мы совершаем сделки 15-минутный график показывает нам что это возможно новостная коррекция но тем не менее он позволяет занимать опережающую позицию по рынку графический анализ показывает что повторяющиеся три вершины заканчивались быстрой ценовой коррекции на продажу на четырехчасовом графике видна дивергенция которая также нам говорит о том что возможно скорые продажи по инструменту евро и USD перейдя на второй торговый инструмент для анализа четырехчасовой таймфрейм для работы по выбранному инструменту 15-минутным таймфрейм здесь наличие дивергенции конвергенции также хорошо выражено сейчас видно что происходит коррекция индекса NASDAQ и для работы как внутрисессионной так и внутридневной успешная торговля совершается с правильным пониманием дивергенции и дивергенции и конвергенции как я уже говорил торговая система построена только лишь на поисках и выяснения дивергенции и конвергенции не всегда успешно нужно пользоваться и ценовыми уровнями использовать различные таймфреймы кратность таймфреймов выясняется очень просто если вы работаете на суточном графике таймфрейме то для входа в рынок можно использовать таймфреймы от 15 минут до 4 часов 4 часа 15 минут для этого выясняются предыдущие ценовые уровни хайлоу наличие повторяющиеся вершины ледоньев и затем трейдер открывает закрывает позицию получается то что торговая система может быть собрана на индикаторах торговой платформы трейдер должен хорошо усвоить правила и требования торговой системы и никогда от них не отступать любые вспомогательные индикаторы чем меньше их на терминале тем более быстрая связь с брокером и наличие торговой системы ее качество всегда нужно прежде всего проверять на тестере если инструмент имеет перерыв в торговле это на примере контрактов по товарам то необходимо учесть межсессионные перерывы и систему подбирать или корректировать прежде всего проверив на тестере на примере на примере торгового контракта по меди видно что на 30-минутном графике не очень корректно отображаются дивергенции и конвергенции поэтому нужно использовать или облегченную торговую систему и убирать дополнительные индикаторы теперь перейдем к анализу макроэкономических данных по странам или по экономическим зонам на основе аналитической торговой системы золотой крест на этом графике Final Manufacturing PMI вся еврозона по статистике по цифрам видно с учетом того что если вышедшие новостные данные лучше прогноза и лучше предыдущих данных то это хорошо для валюты экономической зоны или страны видно что значение индекса находится в отрицательной зоне ожидаемого улучшения или прогноз и актуальные данные очень незначительно отличаются то это говорит о том что еврозона из кризиса едва ли выходит какие последствия это имеет для трейдеров и для экономики этот индикатор является лидирующим индикатором экономического состояния зоны или страны и говорит об активности компаний и их экономическом состоянии во всем промышленным производственным группам соответственно индекс находится в отрицательной зоне не превышает значение 2019 года и экономика еврозоны ухудшается следующий индекс по еврозоне final services PMI также видно что предыдущее значение прогноз и вышедшие данные отличаются незначительно на графике это видно также что эти данные находятся в отрицательной зоне соответственно экономик еврозоны экономика испытывает большие затруднения изменения 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 в макроэкономическом индикатор розничные продажи то есть состояние экономики еврозоны и реализованная продукция предыдущее значение прогноз и актуальные данные колеблются в отрицательной зоне при том колебания бывают такими что после значительного подъема спроса происходит падение индекса то есть экономика неустойчива все эти макроэкономические индикаторы помогают трейдерам принимать решения в частности по торговому инструменту евро и USD на продажу или на покупку этот индекс включает движение товара затраты потребителей и возврат потраченных средств предприятиями на производство продукции то есть индекс находится в отрицательной зоне еще одним подтверждением того что еврозона еще из кризиса не вышла это по германии индекс German Unemployment Change безработица колеблется возле нулевой отметки репер репер зона то есть занятость ведущей страны в еврозоне Германия не улучшается таким таким образом видно что еврозона с учетом того что в нее входит очень много стран с различным культурно-экономическим спросом предложениям находится все еще в состоянии кризиса теперь следующий индикатор по еврозоне Unemployment Trade уровень безработицы из месяца в месяц этот уровень безработицы увеличивается достиг максимального значения за все время существования еврозоны то есть покупательная способность населения которая зависит от таким образом видно что экономика еврозоны находится в стагнации рыбочие места не создаются розничные продажи падают колебания очень значительные от месяца к месяцу а также от года к году и таким образом с учетом того что баланс центробанка еврозоны был повышен так называемая программа смягчения последствий кризиса это всего лишь накачивание баланса центробанка выпуском не обеспечены товаром валюты перейдем перейдем макроэкономической статистике по официальным данным видно что ВВП еврозоны валовый продукт ухудшается ухудшается инвестиции в основной капитал ухудшается объем потребления домохозяйств ухудшается экспорт немного вырос то есть Германия обеспечивает другие страны готовой выпущенной продукцией из-за этого рабочие места в других странах еврозоны не создаются это видно на примере Испании Италии Греции и так далее то есть безработица вырастает соответственно и уровень потребления готовой продукции населением падает изменение уровня занятости в еврозоне постоянное ухудшение обратите внимание на так называемые монетарные индикаторы агрегат М3 сезонное сглаживание то есть Центробанк просто запустил печатный станок печатный станок приводит к тому что балансы Центробанков увеличиваются а занятость не растет то есть простой анализ на основе макроэкономических данных приводит к выводу о том что евро будет падать и трейдеру лучше всего занимать позиции на продажу по евро и USD в зависимости от опыта и от торговой системы то есть всеми этими данными необходимо пользоваться именно на основе правил торговой системы правильно анализировать и совершать сделки именно по макроэкономической ситуации в в этом случае торговая система выраженная как цена на графике и индикаторы на графике позволяют трейдеру совершать более успешные сделки и правильные входы выходы по рынку теперь рассмотрим макроэкономические данные по торговой системе по Америке для того чтобы трейдер более правильно ориентировался в рынке висит текущий анализ новостного режима то есть макроэкономической статистики позволяет трейдеру грамотно ориентироваться в рынке и принимать соответствующие решения то есть мы берем те же самые индикаторы по Америке и рассматриваем их теперь рассмотрим макроэкономические данные по торговой системе по Америке для того чтобы трейдер более правильно ориентировался в рынке висит текущий анализ новостного режима то есть макроэкономической статистики позволяет трейдеру грамотно ориентироваться в рынке и принимать соответствующие решения то есть мы берем те же самые индикаторы по Америке и рассматриваем их и рассматриваем их переходим к анализу данных по Американской экономике на тех же макроэкономических индикаторах торговля по макроэкономическим данным также является одной из торговых систем трейдер торгует более успешно если у него происходит торговля по макроэкономике с применением абсолютного индикатора цены на графике торговой платформы и дополнительных индикаторов соответственно безработица и занятость населения оказывает очень большое влияние на макроэкономические данные и говорит о состоянии всей экономики в целом в частности по США безработица колеблется на очень высоких уровнях безработица это потребление и производство в макроэкономике в макроэкономике эти данные представлены очень хорошо в виде графиков USD Final Manufacturing PMI тот же самый индекс который мы рассматривали по еврозоне видно что производство падает безработица колеблется на высоких уровнях эти индикаторы являются основными индикаторами и показателями состояния экономики страны в целом по этим данным трейдер принимает решение по покупке или продаже того или иного торгового инструмента это уже перешли к сравнительному анализу макроэкономики Европы Америки Америка предоставляет более подробную статистику и данные выходят более часто поэтому трейдер при выборе торгового инструмента должен обращать внимание на то какой объем совершенных торговых сделок проходит по тому или иному инструменту таким образом видно что состояние американской экономики также едва ли улучшается с учетом новостного режима что баланс Центробанка Америки примерно три программы количественного смягчения то есть вливание в экономику средств денежных средств не обеспеченных ни продукцией ни спросом увеличение безработицы или безработицы на очень высоком уровне в том числе скрытая безработица по Америке в частности то есть люди которые никогда не обращались за пособием по безработице и за трудоустройством розничные продажи по Америке в частности на волне выхода из кризиса растут незначительно имеют очень большие колебания вскоре мы перейдем к индексам и станет все более или менее понятным производство в Америке как таковое не растет это видно по годичным графикам все это приводит к выводу о том что идет просто раздувание бюджетов центробанков и как таковой выход из кризиса еще не состоялся то есть новостными данными в частности ТИК Лонг Тём Пёчисес долгосрочная инвестиция в американскую промышленность в том числе как инвесторов США так и зарубежных инвесторов начинает сокращаться это говорит о том что инвесторы уходят из американского рынка последние данные данные выпускаются по месячным интерес американским инвестициям или инвестициям американскую экономику падает это может быть вызвано также еще и сезонным спросом также видно что сокращается по штатам занятость населения но при даже незначительных улучшениях этого индикатора unemployment claims это видно по графику это видно по переходя на макроэкономическую статистику по США читаем данные по монетарной политике ВВП США номинальные ВВП персональное потребление инфляционные данные разница импорта и экспорта нонфармы первичное обращение безработных повторное обращение безработных монетарные индикаторы задействованность производственных мощностей заказы на товары длительного пользования и так далее все данные нужно анализировать сопоставлять с реальным состоянием торгового инструмента и принимать соответствующие решения по рынку то есть трейдер в своей деятельности должен оперировать не только торговой системой как чистая цена и какие-то дополнительные индикаторы но также и макроэкономической статистикой то есть перейдя от новостного режима от макроэкономики к непосредственному выражению цены по тому или иному инструменту и отражению его на графике видно что NASDAQ недельный график достиг максимального исторического значения по отношению к предыдущим показаниям в то же самое время как я указывал индекс Dow Jones Евростокс то есть общее состояние промышленности и экономической активности еврозоны после кризиса едва ли совершил 10% коррекцию с учетом того что в основном программы количественного смягчения последствий кризиса ЛТРО в еврозоне более 1,3 триллиона евро бюджет ФРС США Центробанки раздут примерно в два раза по отношению до кризисного периода то это всего лишь попытка правительств за счет снижения банковских ставок создание так называемых нулевых процентных кредитных окон то есть займы под нулевой процент еврозона недавно заявил о том что что готовы рассмотреть вопрос об отрицательной процентной ставке это впервые в истории говорит о том что при даже при надувании экономики той или иной страны или экономической зоны происходило за счет вливания средств и это видимое оздоровление а не реальный рост благосостояния страны и всего народа также это видно и по инструментам в частности на примере доллар японская иена и евро американский доллар то есть все говорит о том что в принципе необходимо при достижении соответствующих ценовых уровней по евро и USD становиться на продажу и ожидать евро в районе 1.18 1.23 в то же самое время доллар находится в аптренде растет многие валюты по отношению к доллару начинают падать это видно на примере финансового инструмента австралийский доллар американский доллар с учетом того что Австралия оказалась в этом кризисе очень устойчивой американский доллар также устоял сколько бы ни говорили о том что возможно смена на другую валюту для страны американского региона наиболее устойчивы в любом кризисе независимые валюты то есть еврозона это искусственный финансовый инструмент евро и отдельно взятая страна из кризиса выходит гораздо лучше и проще нежели чем целый экономический регион это было видно на примере индексов по американской промышленности и по финансовому инструменту торгуемого в Америке у доу джонс евростокс то есть евростоки едва совершили 30 процентную коррекцию от своего хая до лоу самый пик кризиса таким образом торговая система построенная на совершенно определенных торговых правилах которым следует трейдер всегда приводит к успеху если у вас есть вопросы прошу задавать в чат таким образом на сегодняшнем вебинаре была рассмотрена практическая торговая система АТС Голд Кросс все ее составляющие проведен анализ текущего состояния рынка и в дальнейшем на последующих вебинарах будет рассмотрено и будут рассматриваться текущие ситуации по рынку анализ текущей ситуации на различных таймфреймах открытие и закрытие позиций благодарю за внимание всего хорошего поглятра ждем understand sell объем ночем если объем